Привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас распаковка еще одного заказа по 16 каталогу. Много интересного. Итак, поехали. Здесь очень много всего по купону. Сейчас объясню почему. Давайте начнем с порошка Гринли. Давно его не брала, решила обновить впечатление. Он нравится мне, он действительно хорошо стирает. Надо сравнить, потому что у нас, как показал тест, очень жесткая вода. Все взяла по купонам. Порошки вышли мне дешево. У меня было несколько купонов 60-65%. Их как раз я потратила на порошки. 246 рублей вышел Гринли. Обычно 233 рубля. Остальные купоны не очень выгодны, с учетом того, что в каталоге дешевле. Но я все равно применяла купоны. Почему? Баллы. То есть, смотрите, если товар, грубо говоря, 177 рублей стоит со скидкой консультанта по каталогу, за него дается где-то 0,8 баллов. Акционный товар, он, как правило, у него сниженный балл. Если я применяю купон, товар этот пусть стоит дороже немного, там 190-200 рублей, но за него дается 2,3-2,5 балла. То есть, понимаете, я потратила меньше денег, выполнив необходимый объем баллов. Кто зарабатывает в Эберлик, тот понимает сейчас, о чем я говорю. Так, Гринли я взяла в артикуле. Где же тут Гринли артикул-то? Я уже забыла. Господи. Вот он, 118,91. Для светлых тканей, для белых светлых тканей я им все стираю. Одни в том числе. Он вот так у нас в пакетике. И здесь к нему есть мерная ложечка тоже экоформата. Но я ее выкидываю сразу и использую ложку от обычного порошка Фиберлик. Фиберлик. Будем пользоваться. Порошков набрала. Так, где как раз у нас простой. Да, и вот простой. Альпийский луга. Один из моих любимых порошков. Артикул тоже затерялся почему-то. Вот он, 322. Пока еще Made in Germany пишет. Сделано в Германии. Все-таки, наверное, логистику наладили. Здесь 800 грамм. Он гипоаллергенный. Он классный. У него приятная душка. Есть и без одушки, кого интересуют. Да, такие же порошки. Все отстирывает. Гранулированный. Подходит астматикам, атопикам, детям и так далее. Поэтому все супер. То же самое и Гринли. Так, дальше. Еще из серии дома у меня вот такие два кондиционера. Одни из любимых. Оно вот это для разнообразия. Беру больше люблю. Ультракондиционер бальзам для белья. Он 0+. У нас с вами. И он делает очень мягким белье по сравнению со всеми другими кондиционерами Фиберлик. Артикул 118.56. Здесь легкая цветочная душка. Немножечко аромат зеленого чая. Такой приятный, свеженький, цветочный, классный. А здесь я даже не могу описать. Вроде как и цветочная, но что-то есть вот еще. 118.57. Еще странная душка кондиционера, но на белья мне нравится. А вот с флакона как-то так не очень. Так, дальше. У нас с вами появились всеми любимые тряпочки Фиберлик. Вот эти. Я взяла две в запас. Пока они есть, а то их сейчас все опять разгребут, разберут. 910.075. Мне очень нравится этими тряпочками убираться, мыть посуду, чистить ванну, что-то очищать. Вот они прям хорошо, вот эта вот сторона, вторая прям очень хорошо для этого подходит. А их можно стирать в машинке. Они прекрасно, изумительно стираются. Вот эта сторона очень жесткая. А вот эта обычная мягкая здесь микрофибра. Внутри поролончик, судя по всему. Тряпочки классные, очень многофункционально, очень удобно. Так, дальше. Я опять взяла тот же микс красок. Тоже краски взяла по купону. А без купона маленький балл за них. А по купону большой. А цена практически не отличается. Салон Киа 10.15, артикул 82.76 и Фиберлик Эксперт Колор 8.1, артикул 180.43. В прошлый раз мы с вами красились. Кто ролик не смотрел, можете поискать. Из серии Дом еще взяла мыло для кухни. Сладкий апельсин. Давно не брала. Если честно, аж прям по этому аромату соскучилась. 302.04. Мыло классное. Может слегка подсушивать, правда, ручки. Ай, действительно апельсинчик. Действительно сладкий. Действительно классный. Не сильно бьющий в нос аромат. Запахи у меня устраняет идеально. Из доски, если режешь там чеснок, рыбу и так далее, из посуды. Вообще великолепный. Можно, кстати, использовать как средство для мития посуды. Тоже подходит отлично. Дальше по распродаже по срокам годности. У нас на центральном складе была вот такая маска. За полную цену я, конечно, не взяла. Мне такой баночки хватает на три применения. Это витамин В3. Мы с вами их все тестировали. Артикул 0042. 93 рубля она была по распродаже. Это, кстати, хорошо, что эта масочка, потому что она мне очень понравилась по эффекту. Но ее жутко неудобно наносить. Она как-то такая слегка охлаждающая, выравнивающая, классная. Она супер-супер гелевая. У нас есть здесь ложечка, но ей тоже неудобно пользоваться совершенно, потому что гель, он такой, знаете, кусками. Он кусками, он кусками отваливается. И на лицо нанести очень тяжело только руками, распределив предварительно этот гель по рукам. Вот у меня так. Но эффект нравится, поэтому за 93 рубля, конечно, покупку повторила и буду с удовольствием пользоваться. Из детской серии взяла один плюс подмывашку-умывашку-пену для ванны. Мне очень нравится. Артикул 2792. Будем брать, планируем только один плюс, потому что лучше пенится. У нас они расход бешеный вообще. Все ими пользуются, как подмывашками, как пеной для ванны. Поэтому всегда должны быть в запасе и в наличии. Взяла сыворотку Риноваш. Девчонки тоже по купону. 200 с чем-то рублей она мне обошлась. Артикул 0785. Вы у меня давно очень просите отзыв на серию Риноваш, но мне как-то рановато еще. Она у нас с помощью 50+. Если я не ошибаюсь, на упаковке не вижу. Да, как-то рановато еще. Наносите 2-3-4 капли сыворотки утром и вечером на очищенную кожу лица, шеи и декольта. 1-2 капли, 3-3, можно добавлять, даже в крем обогащать. Не пробовала никогда эту серию, поэтому решила купончик взять. Сыворотки все позаканчивались. Стеклянный флакончик. Пипеточка удобная. Такая жиденькая сыворотка, не текучая, не грамма, но какая-то маслянистая. Кто пробовал, пишите свои отзывы. Одушка еле уловимая, приятная, косметическая и сразу чувствую увлажненная кожа, потому что руки жутко сухие. Даже крем сейчас перед съемкой не нанесла, прям убиралась, руки очень сухие, прям чувствую увлажнение хорошее. Буду пользоваться, очень интересно, вообще эту линейку многие хвалят, поэтому... Так, девчонки, взяла парфюм, посмотрите, я взяла парфюм Фоберлик. Тоже по купону за 200 с чем-то рублей, он мне обошелся в Рути Стори. Это один из интересных парфюмов, которому уделяют мало внимания Фоберлик, но он очень интересный. Сейчас расскажу. 33,26. Я давно-давно девочку заказывала этот парфюм, знакомая, и я на ней его услышала, он мне так понравился. Здесь 30 миллилитров, эта малышка, он нереально круто шлейфит. Он вообще нестойкий, вообще. Но тот еле уловимый отголосок, который после себя оставляет аромат, он очень вкусный, мне понравился. Я решила повторить себе в коллекцию вот эту малышку взять. Мне кажется, я ее быстро из пшинку. Давайте потестирую. Потому что это было давно, но я помню, вот что так круто он на ней шлейфил. Ой, да, классный аромат. Классный аромат, причем с первых нот он кажется таким вот бабушкиным, старым, древним, интересным. Но вот из старины какой-то аромат, много таких Фоберлик. Но потом он начинает раскрываться сладкими нотками, фруктовыми нотками, даже где-то ландышем. Даже где-то ландышем, да. И он вот первые ноты вообще не заходит, а буквально вот через минуту, через две начинается интересная очень история. Он очень вкусненький. Он очень вкусненький, с учетом того, что он не приторный, интересный. Советую уделить вниманию этой серии, потому что они довольно бюджетные, бывают часто на скидках. Но как-то вот мимо них все всегда проходят и не обращают внимания. Раскрывается аромат очень классно. Вот действительно. Один из немногих ароматов, который я тоже люблю в Фоберлик. Дальше по купону взяла носки, две пары. Тоже лишь бы израсходовать купон, знаете. Так, артикул 820-446. Носки женские, обычные, наверное, черные носки, две пары. Здесь их четыре носочка. Совсем смешная цена, там вышло 100 рублей, где-то я не помню даже. Да, вот очень смешная. Они достаточно длинные, обычные эластичные носочки, с учетом того, что 40 Ден, они такие весьма плотненькие. И пригодятся, знаете, пригодятся за такую смешную цену, две пары всегда здорово. Дальше взяла без купона гном. Купона не возьмешь, взяла гномика в свою коллекцию. У меня есть уже гномик в розовой шапочке. Их, кстати, мало почему-то осталось. Скорее всего, и больше не будет. Этот в артикуле 910-277. Информация, кому интересно, можете на паузу нажать, почитать. Мне нравятся эти гномы, они красивые, они подходят мне под интерьер. Что самое главное. Я планирую его поставить в коридор на свой новый стеллаж. Там уже стоит другой гномик. И будет смотреться очень красиво, очень здорово. Они выполнены крайне аккуратно, добротно. Хотя нет, вот видите, этот недобротный слегка торчит клей. Во всем остальном здорово. Мне нравится мимишность, мягкая вот эта трикотажная ткань. И сама задумка классная. В общем, здорово. Ножки твердые. Здесь должна быть та проволока, которая держит шапку в форме. В прошлом тоже так гномики. То есть, здесь такая толстая проволока, которая у нас заканчивается, наверное, где заканчивается шапка. Вот Берли Ком Гринли. Очень красивый, симпатичный, как декор интерьера. Так, поехали дальше. Дальше взяла опять в запас свои любимые салфетки. Сегодня опять ролик про них снимала. С кожзама очищали ими ручку. В Дзене есть ролик. Очень хорошо очищают пятна, поэтому люблю их. 308.04. Особенно свежие. Прямо извините. Так, взяла полотенчики. Была тоже очень смешная цена при покупке двух. Что-то два полотенца 200 с чем-то рублей, девчонки. Ну, вообще ни о чем. 910.291 артикул. Они абсолютно одинаковые и тоже подходят мне по цвету на кухню. У меня там только такого цвета тряпочки, только такого цвета полотенца. Поэтому взяла обновить. Цвет аквамарин, полотенце для рук. Эти полотенца гораздо хуже, чем те, которые были в Фаберлик раньше. Вот здесь такая волна, видите? И где-то здесь было Фаберлик Холм. Если я не ошибаюсь, только что видела этикетку на полотенце. Вот, уже не вижу. Да. Они гораздо тоньше, раза в три, чем были раньше полотенца в Фаберлик. Но, тем не менее, они достаточно мягкие. Поэтому, почему бы нет? Они стали очень тонкие. Вот у меня есть из прошлой коллекции, полотенца вообще не сравнить. Но они очень мягкие, поэтому прощаю им их тонкость. Так, что взяла из декоративки? Девчонки, из декоративки взяла две туши тоже по купонам. Потому что без купона Бали Кибал был за тушь, мою любимую. А с купоном большой. От сна не отличалось практически тоже. 53.72. Это фёст-класс коричневая, которая всегда у меня на ресницах. Которую я обожаю. Которая делает эффект накладных ресниц, эффект вал и так далее. Поэтому вот прям у меня уже одна в холодильнике лежит. Эти тоже две положу. Так, что взяла ещё? Тоже всё по купонам. Бьюти-лаб, укрепляющая маска патча для кожи век. Я никогда не пробовала. Поэтому решила взять. 10.89 Артику. Будем с вами пробовать. Обязательно расскажу, что почём. Так, ещё тоже по купону взяла крем для рук. Как раз сейчас ручки помазала, распаковала. Восстанавливающий. Он неплох. Он нравится мне по уходовым свойствам. Достаточно такой питательный, густой, беленький. И силикончиков здесь много, судя по всему. Потому что ручки прям такие сначала силиконистые, силиконистые. Ему нужно дать время, чтобы впитаться. Но я такие продукты люблю. Я не люблю лёгкие кремы для рук, потому что они мне ничего не спасают. Смысла у них не вижу, да? Я люблю такие плотненькие. Вот он относится к ним. Сейчас ручки такие силиконистые, силиконистые. Так, помада. Девочки, взяла красную помаду себе. У меня все красные помады куда-то подевались. Это у нас с вами Вельвет Кис. Да, Вельвет Кис. Одна из любимых моих помад Фаберлик. Где артикул? 405-85 по текстуре. Вельвет Кис именно. Она матовая. Она бархатистая. У неё бархатистый финиш. Она не сушит мне губки. Всё отлично в этом плане. Всё замечательно. Поэтому очень люблю вот именно Вельвет Кис. Так, вот такой вот цвет. Смотрите, какое красивое исполнение, да, дизайну помадки. Я люблю иногда красненькой помадкой побаловаться. Она такая не красно-рыжая, а красно-ягодная. Ну, камера вам делает её немножко рыжее. Она в ягодный немножко цвет уходит. Такая вот с розовым подтоном. А вам она её делает какой-то коралловой. Небольшое отличие есть. Легка розовинка присутствует здесь, нежели вам показывают фото. Причём вот сводч, он такой, как цвет стика. А когда наносишь на кожу, присутствует лёгкая розовинка. Посмотрим. Буду наносить. Вам обязательно покажу. Так, что у нас дальше ещё? Дальше девчонки тоже по купону взяла ремовер. Гель для удаления кутикулы с маслом. Артикул 14899. Очень интересно, когда он появился, я не пробовала. Но сейчас планирую сама снять гель-лака, походить немножко без него и делать маникюр себе сама. Поэтому решила потестить. Тоже обязательно отзыв вам оставлю. Так, и последнее в отдельном пакетике прям это соль. Соль датская, моя любимая, подкопчёная. Она не сильно даёт привкус копчёности, нежели такой вот пикантности. Мне очень нравится, я уже говорила, даже яичницу с ней кушать и так далее. Артикул 161.45. Она не сильно солёная, но придаёт такой пикантный интересный вкус продуктам. Люблю добавлять и в мясо, и в картошку. Вот запечатали, так запечатали, да. Здесь нам нужно потом проколоть будет вот эту дырочку и много-много вот таких вот отверстий. Каким больше нравится, какой подходит тема, грубо говоря, пользуемся. Так, по-моему, всё, да, всё, мои хорошие. Завал тут такой на столе образовался. Надеюсь, ролик был вам интересен и полезен. Ссылка для регистрации всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь, будем общаться. Всех люблю, целую, всем пока-пока. Пока-пока.